Летняя прививка плодовых деревьев зелеными черенками. Для сохранения качеств сорта деревьев применяется прививка. Также эта процедура позволяет обновить сад, не заменяя деревья на новые. Процедура прививки основана на возможности деревьев сохранять целостность. Срастание происходит за счет вещества камбия, находящегося под корой. Следует различать привой и подвой. Привой – это материал, который прививается, подвой – это растение, на которое будет делаться прививка. Летняя прививка плодовых деревьев. Суть процедуры – делаются надрезы на привойе подвой, накладывать прививочный материал к растению в местах разрезов, соединяя слои. К камбия – плотно прижать привой к подвою, дать время на срастание. Преимущество прививки плодовых культур заключается в сохранении ценности сорта, в сокращении сроков плодоношения, в быстром созревании. Плодов – если при прививке получен карликовый вид растения, возможности получения сорта, приспособленного к неблагоприятным климатическим условиям, в получении с одного растения нескольких сортов с разными плодами, в повышении количества урожая и выносливости растения, в обновлении сада. Прививка черенком выше представлены основные плюсы прививочных работ. Следует отдельно отметить, в чем преимущество именно летней прививки. Обновление сада летом приносит некоторые преимущества. В первую очередь это возможность оценить состояние деревьев после зимнего периода. Растения для подвоя должны быть здоровы. При неудаче с весенней прививкой можно повторить процедуру. В летний период быстрее нарастает ткань в области среза, поэтому место срастания отличается прочностью. Если материал с прошлогодней корой, то большая вероятность, что привой приживется, в отличие от весенней прививки. Еще одним плюсом является то, что требуется меньшее количество заготовок черенков и уменьшается срок их хранения. Обратите внимание, если производить привой летом, то осенью уже можно судить об успехе процедуры, а культуривание растения происходит на год раньше. Прививка плодовых зелеными черенками. В летний период применяется метод размножения зелеными черенками. Данный метод можно производить с помощью окулировки, реклад или фтеобразный расщеп. Плодовые культуры, которые подходят для размножения зелеными черенками, крыжовник, смородина, вишня, сливы и некоторые сорта яблонь. Для летней прививки отбирают определенные черенки. Для отбора следует различать вид почек. Почки бывают цветковые и ростовые. На верхней части себля располагаются ростовые почки. В средней части и ростовые, и цветковые. Нижняя часть преимущественно состоит из ростовых почек. Как располагаются побеги, также важно для определения типа. В центральной части внутри кроны располагаются цветковые почки, в боковой – ростовые. Внешний вид почек различен – ростовые, длинного размера и приплюснутые, цветковые, большого размера и круглые. Черенки нарезаются с той стороны ветвей, где располагаются ростовые почки. Побеги должны быть покрыты древесиной с гладкой корой и иметь здоровые листья. Срезает побег длиной 30 см, диаметром 5-6 мм. Заготовка черенков производится в тот день, когда запланирована прививка. Предпочтительный период времени – с 4 до 10 часов утра. В том случае, если черенки используются в течение 2-3 часов после срезки, то в воду они не ставятся. Заготовки располагают в тени, удаляются все листья и верхняя часть. Черешки оставляют длиной в 1 см и убирают прилистники. Завершив подготовку, заготовки заворачивают во влажную ткань. Важно! Следует выбирать погоду для данной процедуры. Идеально подходит хмурый день, но без дождя. Окулировка плодовых деревьев. Не все методы прививки пригодны для применения летом. Летняя прививка плодовых деревьев зелеными черенками эффективнее всего проводится методом окулировки почкой. Существует два основных способа – в приклад и в Т-образный расщеп. Прививка с разрезом в форме буквы Т предназначена для растений, у которых кора легко отстоит от дерева. Нож, с помощью которого осуществляется надрез, обязательно острый. Совет! Лучше использовать специально предназначенный для этих целей окулировочный нож. Для начала следует сделать на подвой надрез. Для этого, находясь рядом с деревом, его следует наклонить и сделать надрез. Надрез должен идти поперек и доходить до древесины. Проводится процедура под небольшим наклоном к вертикальной оси дерева. Это необходимо для облегчения вставки щитка. Длина разреза зависит от толщины растения или ветки. Длина варьируется от 2 до 3,5 см. После того, как первый надрез сделан, следует провести еще один, который идет уже перпендикулярно первому. Его длина от 1 до 3 см. Если кора хорошо отделяется, то разрез делается короче. Результатом должен быть разрез в виде буквы Т. Для того, чтобы предотвратить скольжение ножа в руке, следует поместить указательный палец ниже лезвия. Палец служит упором, лезвие должно находиться перпендикулярно к коре. Когда второй надрез будет сделан, то нож не вынимается, а поворачивается из стороны в сторону для приподнимания углов коры. Далее следует левой рукой взять превой верхушкой к себе и выбрать подходящую почку. Кора на черенке надрезается поперечно таким образом, чтобы отступ от верхней части почки составлял 1-1,5 см. Это будет вершиной будущего щитка. Следующий поперечный надрез делается на 1,5 см ниже основания почки. Следует прорезать и кору, и немного древесины. Для этого нож помещается на 1,5 см от основания почки, углубляется, далее следует аккуратно провести им, захватывая и кору, и немного древесины. Необходимо перерезать сосудисто-волокнистый пучок, который питает почку. Верхняя часть щитка срезается, глазок должен располагаться по центру. Щиток, который получился, требует вставить в разрез в коре подвоя. Подвой немного сгибается в противоположную от разреза сторону. Окулировка плодовых деревьев правильность выполнения процедуры проверяется тем, что почка должна располагать по центру продольного разреза. Следует уплотнить место соединения, проведя по разрезу пальцами. Полученное место следует обвязать полиэтиленом. Обвязывать следует от низа продольного разреза и до верха поперечного. Место, где находится прививка, туго перевязывают. Почкой черешок не подлежат обвязке. Недопустимо смещение щитка. Непокрытые части среза покрывают садовым вором. Следующий метод – окулировка в реклад. Этот способ предназначен для веток, у которых кора плотно прилегает и плохо отделяется. На дереве, к которому прививается черенок, в выбранном месте следует подрезать полосу коры движением сверху вниз. Полоска должна соответствовать размеру, длина – 2,5-3 см, ширина – 0,5 см. От полосы очекается большая часть – 2,3. Тот кусочек, что остался, немного отводится в сторону. Там, где полоска крепится к стволу, нужно сделать надрез. Нож ставится под углом в 30 градусов, глубина надреза – 5 мм. Результатом является разрез в виде клина, куда ставится нижний конец щитка. Щиток срезается с черенка таким же методом, как и в предыдущем способе. Щиток вставляется под кусок коры. Привой совмещается с подвоем. Прививку обвязывают полиэтиленом, открытые места смазывают вором. При окулировке обвязка снимается спустя 2-3 недели. Этого времени достаточно, чтобы увидеть, принялась прививка либо нет. Об этом скажет состояние черешка. Если он высох и отпал, то процесс проходит успешно. Если же нет, то повторная прививка уже должна приходиться на весну. Место повреждения смазывается вором. Окулировка в реклад сроки прививки. Середина лета – наилучшее время для того, чтобы прививать черенки. Это обусловлено тем, что побеги, которым всего один год, уже не так интенсивно растут. Расстояние между почками минимально, верхушка заканчивает формироваться. Древесина становится твердой, кора легко отделяется. На заметку, более точные сроки зависят от климата региона, погоды и сроков плодоношения плодовых деревьев. Сроки варьируются от середины июня и до конца августа. Прививать ли плодовые деревья летом? Специалисты отмечают, что прививать плодовые деревья летом – достаточно непростое занятие для новичков. Это связано с тем, что нужно знать подходящий момент для процедуры. При слишком ранней прививке почки прорастут, молодые побеги не созреют. Тогда зимой они погибнут. Если опоздать по срокам, то материал не срастется с деревом. Прививку деревьям можно делать не только весной, но и в летний период. Такая процедура имеет свои плюсы. Самый эффективный метод прививки – окулировка. Метод отличается простотой. Две разновидности метода зависят от того, насколько плотно прилегает корак подвою. Сроки прививки зависят от многих факторов региона, типа культуры и правильного момента.